Здравствуйте! Сегодня советы от вас. Как вы лечите трещины на пятках? Один из самых простых рецептов, мне очень понравился, и я действительно в это верю, это нужно брать картофельные очистки. Очищаем так грубо, да, эту картошку. Очистки варим, обычно, как мы варим картофель. Затем можно в виде компресса, а можно, там же вода есть, да, значит, еще можно долить немножечко водички, опустить ноги и как бы делаем в ванночку. Это очень хорошо помогает, потому что смягчает кожу, смягчает вот эту всю ороговевшую часть. В общем, это средство хорошее. Я даже помню в советские далекие времена, когда было трудно достать лимонную кислоту и прочие там химикаты, да, мы брали картофельные очистки и чистили чайник от накипи. Вот еще один самый-самый простой способ лечения пяточек, да, вы берете любое, вы говорите, растительное масло, но любое, значит, я могу сегодня взять льняное масло, да, увлажняю тряпочку, лучше, конечно, тряпочку, она лучше впитывает это масло, прикладываю на пятку, но я считаю, что можно вообще полностью обработать всю стопу. Я с вами согласна, обрабатываю всю стопу, вот, оставляем эту тряпочку на ноге, а затем возьмем, как всегда, я говорю, пакет, можно полностью надеть этот пакет на ногу и сверху надеваем на стоп, и так на всю ночь, потому что вреда никакого будет одна польза. И действительно, вы говорите, через неделю-полторы эти трещинки заживают и ножка приобретает, как вы сказали, написали, на пяточке, как у младенца. Наверное, оно так и есть. Еще хороший способ лечения – это майонез, обычный майонез. Но лучше, конечно, майонез сделать своими руками. Но, к сожалению, у меня сегодня нет майонеза, там очень чудесный хороший состав, и действительно, его в виде компресса можно прикладывать на всю ночь, и пяточка будет заживать. Чудесный рецепт, я согласна с вами, это глицерин и нашатырный спирт, а также глицерин и уксус. Значит, или то, или другое, да. Ну, нашатырный спирт, я знаю, многие с ним не дружат, не любят ни запаха, ну, в общем, а средство, оно хорошее. Как разводить? Значит, один к одному. Если я беру флакончик глицерина, то я беру точно такой же флакончик уксуса. То есть, или я беру одну чайную ложку глицерина, я беру одну чайную ложку уксуса. И этой смесью я обрабатываю подошву, пятку. Можно оставить как в виде компресса, но в виде компресса можно оставить на минут 20, максимум 30. И потом снять, обработать, чем, водой помыть ножку. Вот, в сухом виде, когда нога будет сухая, можно взять пилку, и пилочкой все это пройти. Значит, тщательно, вот я никогда никого не советую, чтобы вы так вот вытирали полностью эту пятку, вот скребли каждое утро там, не надо этого делать. Вот, снимаем по чуть-чуть этот разобьевший мертвый слой ткани, снимаем по чуть-чуть. Почему по чуть-чуть? Потому что ткань истончается, а тонкая, сухая, истонченная ткань, это что? Это будут образовываться маленькие микротрещинки, а с маленьких получаются большие трещинки. То есть, всегда нужно чем-то увлажнять. Лучше немножечко сняли мы эту мертвую ткань, а потом обязательно берем увлажняющий крем или обычное любое масло растительное и наносим на ножку, на стопу. И таким образом все заживает. И еще одно средство, мое любимое средство, и это, я считаю, самое такое действенное и хорошее средство, это салициловая кислота и салициловая мазь. Значит, салициловую мазь, я уже делала видео, говорила, нужно брать чем больше концентрация, тем лучше и быстрее мы избавимся от проблемы, от трещины. Но можно делать как? Можно брать салициловую кислоту, увлажняем ватный диск или увлажняем, люблю вообще работать маленькими такими тряпочками чистыми или бинтиком, они лучше впитывают. И вот, допустим, я увлажнила хорошенько, а потом я обрабатываю эту пятку именно где находится трещина. Все не надо, потому что пересушивать кожу, здоровую кожу, я считаю, что не следует. Наносим на эту пяточку. Допустим, если проблема ногти, пальчики, можно вот так вот укутать и оставить минут на 15-20. Это за один день, конечно, вы пятку не вылечите, но за неделю-полторы, если будете делать такую процедуру, то вы избавитесь от трещин. И обязательно нужно применять мазь, салициловую мазь. Но иной раз, как вы написали мне, вы делали все, да? Или, допустим, трещина на одной ноге хорошо лечится, на другой ноге нехорошо лечится, то есть не лечится. Или вообще не лечится. Все это ерунда, все вот эти крема, все эти мази, вы в них не верите, и они вам не помогают. Знаете, вот такая если есть проблема, есть трещина, и она не исчезает, и очень много трещин на пяточке, когда буквально усыпана вся эта пятка, и пальчики нездоровые, да? Но как бы они вам эти трещины и не мешают. Они не болят, и дискомфорта вы никого не ощущаете, и мази не помогают. Ну, в общем, черт с ним, да, пусть оно и будет. Нет, эти вещи вас должны насторожить. Почему? Потому что ведь трещины на пятках, да, трещины, они могут быть по разным причинам. И самая такая плохая причина, самая, ну, я считаю, основная, и не дай бог, пусть ни у кого такой причины не будет, это сахарный диабет. А при сахарном диабете вы же знаете, что? Что возникает? Повреждения сосудов, да, обязательно. В первую очередь страдают сосуды ног. Ткань теряет, кожа теряет, да, эластичность. Ну, ткани теряют эластичность, нарушается питание тканей, и кожа становится сухая, обезвоженная. И что еще? Что еще? Поражаются периферические нервы. И за счет этого мы не чувствуем боли, трещины не болят. Потому что обычно трещина, она очень болезненная. Очень болезненная. И мы реагируем, и тут же начинаем что-то предпринимать, что-то делать, чтобы эту трещину вылечить. Так вот, при сахарном диабете эти трещины практически безболезненны, и никакого дискомфорта мы не ощущаем. Вот это должно насторожить. Ну, и, конечно, за собой следить. У нас возникает жажда. Мы пьем воду, пьем, пьем, нам хочется пить, и днем, и ночью. Затем сухость во рту. Сухость во рту и сильная жажда, да. И обильная моча и спускание. И мы раз бегаем через каждую полчаса в туалет. Вот это нужно обязательно принимать во внимание, потому что это очень и очень серьезная причина. И в таком случае, если, допустим, вот уже, ну я не буду там конкретно говорить о лечении, потому что лечение бывает, ну нужно идти обязательно к врачу. Обязательно начните с дерматолога, и все будет хорошо. Для себя нужно любить и как-то обращать внимание на такие незначительные нюансы. Вот оно меня не беспокоит, то я как-нибудь так и проживу. Нет, идите к врачу, дорогие мои, потому что там уже надо будет другое немножко лечение. Я желаю, конечно, всем здоровья, и никаких проблем, чтобы у вас не было. Я вас всех люблю, уважаю. Всего самого-самого доброго. Продолжение следует...